Всем привет, друзья! Я рад вас видеть на канале Владилеля. Сегодня мы вместе с вами будем разбирать песню «Постой паровоз» из кинофильма «Операция И» и другие приключения Шурика. Заявка моего подписчика Владимира Боднарука не только была выбрана генератором случайных чисел в числе еще четырех заявок, но также за нее проголосовало большинство подписчиков во втором туре выбора песни для разбора. Это было совсем недавно и я поздравляю Владимира с победой! Также хочу вам напомнить, что я по-прежнему жду от вас заявки на разбор вашей любимой песни. Заявку можно оставить в комментарии под любым видео на канале с хэштегом «Песня для разбора», а также в специальной теме в группе ВКонтакте. Все полезные ссылки есть под этим видео. Вы также можете заказать разбор любимой песни вне очереди. Это можно сделать директ моего Инстаграма. Там же вы можете оставить запрос на индивидуальное обучение. А теперь давайте посмотрим, что у нас должно получиться по итогам сегодняшнего ролика. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Друзья, если вам понравилась эта песня, поставьте лайк. Давайте устраиваться поудобнее. Мы начинаем разбор. Поехали! Для исполнения этой песни понадобится знание пяти аккордов. Они все довольно легкие. Аккорд АМ, ДМ, Е7, С и аккорд А. Что касается аккомпанемента, будем играть следующее чередование струн. Четвертое. Первое со второй. Третье. Первое со второй. То есть в каждой струне свой палец соответствует. Четвертое большой палец. Первое, второе безымянный средний. Третье указательное. И первое, второе безымянный средний опять же. Главная хитрость в игре этой песни в том, что все должно звучать очень отрывисто. Все звуки. То есть не... А... За счет чего этого можно добиться? Можно это делать или правой, или левой рукой. Что касается левой руки, здесь просто надо играть и поднимать аккорды. То есть вот если будет посложнее аккорд, то соответственно сыграли ДМ и приподняли чуть-чуть пальцы, и у вас он уже не звучит. То есть если взять, да? То есть вы как будто только касаетесь пальцами струн. Можно также правой рукой чуть-чуть подглушивать струны. То есть после каждого взятия звука опускать ребро ладони правой руки. Это я утрированно показываю. Это все будет быстрее происходить. Я пока просто, чтобы вы понимали, что у нас на взятие звука чуть-чуть приподнимается, потом сразу опускается. Лучше всего получается, если и правое, и левое делать одновременно. Тогда это глушение произойдет более качественно, и у вас будет хороший отрывистый звук. И дальше у нас перед второй частью есть такой восходящий ход. На второй струне он играется. Вторая открытая, потом вторая на втором ладу, и вторая на четвертом ладу. Это такой ход, который вот в гитарном исполнении на басовой струне играется. Так как у нас струн меньше, мы сыграем его на второй струне. То есть, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной. И так далее. Повторяется эта часть. Дальше у нас пойдет второй куплет. Меняются только слова. И третий куплет тоже меняются только слова. Также в интернете я нашел еще альтернативный текст, альтернативный куплет, которого не было в фильме. Я думаю, за счет того, что там пройдется про тюрьму. И, скорее всего, этот куплет был вырезан именно по этим мотивам, что тематика не очень не подходила под советскую комедию. Но в PDF-документе, который я подготовил для вас, там будут не только схемы наших аккордов и аккомпанемента, но и текст. В том числе тот самый куплет, который не попал в фильм. Так что вы сможете сыграть полную версию этой песни, как она задумывалась автором изначально. Помните, что главное добиться отрывистости звучания. Может быть, у вас будут какие-то свои варианты, как вам удалось ее добиться. Не обязательно играть так, как показывал я. И если у вас какие-то свои открытия и мысли по этому поводу есть, обязательно пишите их в комментариях. Я с удовольствием почитаю. И, может быть, тоже что-нибудь открою для себя нового. Я желаю каждому из вас удачи в разборе этой замечательной песни. Спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца. Поставьте ему лайк, если оно вам понравилось. Напишите комментарии, поделитесь им с друзьями. Вместе с вами мы сможем сделать канал Владилеля еще интереснее, популярнее и ярче. А сегодня на этом все. Увидимся с вами в следующий вторник. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok